В Турции стартовало производство давно анонсированной электромобильной марки TOG, которая демонстрирует, как нужно создавать современные ресурсоёмкие производства. В буквальном переводе аббревиатура TOG расшифровывается как «турецкий автомобиль», а всего в консорциум входят пять разнопрофильных турецких компаний. Это промышленный холдинг Zorlu, производитель грузовиков и автобусов BMC, союз торговых палат и товарных бирж, сотовый оператор Turkcell и группа Anadolu, в которую входят автомобильные, сельскохозяйственные и пивоваренные компании. Кстати, ошибочно думать, что TOG — это первая турецкая автомобильная марка. Ещё в 61-м году турки разработали седан Devrim, хотя собрали всего несколько экземпляров. В 66-м заработал завод Anadolu, выпускавший автомобили, разработанные английской фирмой Reliant на агрегатах Форда. А с 68-го действует завод Tofash, который начинал с Fiat 124. В этой северо-западной провинции Бурса и сейчас сосредоточены большинство иностранных производств. Поэтому именно там, близ города Гемлик, построен и новый завод TOG, который обошёлся в 3 миллиарда 700 миллионов долларов, а его потенциальная мощность — 175 тысяч машин ежегодно. Дизайн кроссовера разработала ателье Pininfarina, причём от концепта двухлетней давности готовая машина почти не отличается. Минувшим летом предприятие приступило к тестовой сборке, а сейчас началось и полноценное производство, на запуске которого присутствовал президент Турции Ридже Пардоган, фактически исполнивший предвыборное обещание 2014 года — организовать национальный автомобильный бренд. Первенцем стал среднеразмерный кроссовер, у которого нет даже собственного названия — просто TOG. Выпускают его пока в одномоторной и, соответственно, моноприводной 200-сильной версии. Однако уже в следующем году появится вдвое более мощная модификация с приводом на все четыре колеса, которая будет разгоняться до сотни менее чем за пять секунд. На момент запуска заявленный запас хода без подзарядки составляет либо 300, либо 500 километров в зависимости от комплектации. Кто разработал платформу, остаётся неясным — спереди стойки Макферсона, сзади многорычажка, а под полом спрятана литиево-ионная тяговая батарея китайской компании «Ферзис». Причём для производства батарей близ Анкары уже создана отдельная СП. И в обозримом будущем TOG планирует открыть в Турции тысячу фирменных станций быстрой зарядки. Первые экземпляры электромобилей получат губернаторы турецких провинций Илов и представители дипломатических миссий. В свободную продажу TOG поступит в первом квартале 2023 года. Цены будут начинаться примерно с 48 тысяч евро. Продолжение следует...